Всем привет! Я Адриана и сегодня мы с моей дочерью Полиной хотим вам рассказать, как сделать интересную и необычную композицию с кактусами. Для этого нам понадобится вот такая жестяная банка. У нас она от сгущенки. Это будет наш горшок. В ней нам нужно будет сделать дырочки и покрасить ее. Предварительно мы уже сделали такую заготовку. У нас по нам получилась вот такая серенькая и вот такие дырочки. Это очень важно. Это дренажное отверстие, через которое будет выходить вода. У нашей банки была вот такая крышка. Это очень удобно. Она будет нашим поддоном. Теперь нам нужно сюда насыпать дренаж. Нам дренаж нужен для того, чтобы водичка не застаивалась. Вода будет уходить сквозь них и корни не будут загнивать. Так, давай. Насыпешь чуть-чуть. Вот сюда. Ничего страшного. Так, все, насыпали дренаж. Теперь нам нужен специальный грунт для кактусов. Так как у нас кактусов немного, грунт мы купили готовый. Если у вас нет готового грунта для кактусов, можно взять любой универсальный и добавить песок. Теперь нужно засыпать туда, в грунт. Засыпаем аккуратно. Вот. Замечательно. Еще. Слышишь, какой он рыхлый. Кактусом будет там хорошо. И рассыпается. Да, рассыпается. Он воздушный. Кактусы не любят плотную землю. Все. Замечательно. Мы подготовили горшочек с грунтом. Теперь приступим к кактусам. Так. Работая с кактусами, нужно быть очень аккуратным. Для этого мы будем использовать пинцет. Поля, доставай и клади сюда. Вот так, как пациента, положи. Воу, вот замечательно. Так. Теперь к этому кактусу будем крепить глазки. Вот какие у нас глазки. Сейчас маленькие возьмем. Как же мы будем крепить их? Из Голландии приходят уже готовые композиции. И часто бывает так, что они просто приклеены на клей. Но мне жалко кактусы. И я придумала такой способ. Я взяла садовый вар. Он по консистенции похож на пластилин. И именно садовый вар. Наносим немного на глазик. И крепим колючком. Сейчас тебе тоже дам. Садовый вар не нанесет никакого вреда. Растение даже не почувствует этого. Так. А глазик замечательно будет держаться. Нужно скатать шарик небольшой. Скатывать. Он так называется. Им замазывают деревья, когда стригут. И им замазывают, чтобы растение не болело. Так, так. Рядышко, маму, глазик. Аккуратно. Ну, колись. Вот, замечательно. Один глазастик есть. Да. Все. Отставляем в сторонку. Приступим к следующему. Так. И следующему. О, какой большой. Также берем немного садового вара. Держим. Скатывай шарик. Два. Угу. Один-то один. Давай. Хорошо. Угу. Аккуратно, чтобы он не выходил за края. Чтобы глазик был аккуратненький. Давай. Так, протрем его немножко. Так. Вот. Какая-то слепотяжка. Так. Вот так. Так. Отставляем его. И последний. Уже. А ты знаешь, что в Мексике кактусы даже едят? Да. Их жарят, делают различные коктейли из них. Отлично. Отличная семейка у нас получилась. Так. Глазки мы прикрепили. Теперь нам нужно наши кактусы посадить. Так. Для этого сначала немножечко грунт прольем просто водой. Аккуратно не ломаем, Полина. Так. Ждем, пока водичка сядет. Так. Теперь нам нужно сделать небольшую лунку. И посадить первый большой кактус. Так. Берем большой. Глазками туда повернем его. Угу. Да. Так. Человек оправдан. Колючий. Так. Первый на месте. Теперь делаем вторую лунку. Давай. Угу. Вот так. Немножко мы повернем. Вот. Немножко заглубили. Все. Ты это прав. Все. Так. На месте. И малыша. Вот. Отлично, дружочек. Пирожочек. Ну, такой себе пирожочек, честно говоря. Не хотела бы я пирожки с кактусами. Так. Все. Они на месте. Они тут хорошо себя уже чувствуют. Теперь нам нужно подсыпать немножко декоративных камушек, ракушек. Просто так, для красоты. Это не несет никакой ни пользы, ни вреда. Давай немножечко возьмем вот этих ракушек и просто насыпем. Да, прикроем немножко грунт. Да, это с моря, это мы привозили. Так. Вот эти из яйска. Угу. Давай я перейти. Отцеплю. Вот так. Угу. Отлично. И теперь можно разложить камушки, какие тебе нравятся. Ну, вот положим. Угу. Вот так. Вот так. Иди. Угу. Это сильно большое, мне кажется. Давай возьмем поменьше. Угу. Первые 2-3 полива мы будем поливать просто отстоянной водой. А потом добавим в воду удобрения для кактусов. Вот такая интересная, необычная композиция у нас получилась. Эту композицию мы можем поставить у себя на рабочем столе или подарить другу.